Всем привет! Сегодня мой очередной видео обзор и будет он сегодня посвящен не воблеру, не спиннингу, а вот такому, скажем так, предмету, тоже необходимому в хозяйстве для рыболова, я думаю все уже догадались, это подсачек. Подсачек фирмы Цуребита, мне он пришел на тест и обзор вместе со спиннингом и собственно говоря, что я и делаю, буду для вас его сегодня обозревать. Итак, что из себя представляет эта штука? Ну я думаю вы прекрасно так или иначе с ней знакомы, сталкивались, в данном случае это вот такой вот небольшой подсачек и судя по форме, точнее по содержанию, он предназначен для ловли форели, ну или каких-то форелевых рыб, чтобы их не травмировать. В данном случае мне форель интересует меньше всего, меня больше всего интересует голавль, ну то что живет в реках, а в будущем я наверное планировать буду его использование и для ловли щуки. В данном случае меня больше интересует не то что эта сетка не травмирует рыбу, а будет ли эту сетку травмировать щука своими страшными зубами, об этом я уже расскажу попозже, когда его испытания успешно пройдут, ну или не пройдут. Так вот, многие возможно усомнятся в его нужности и полезности в путешествиях по речке, по малым рекам или где-то еще, но для меня полезность этой штуки однозначно я, потому что вот допустим как здесь мы видим какой-то обрыв, мы видим то что неудобно будет на такой реке, ну я планирую конечно больших реках ловить, будет спускаться вниз неудобно И в любом случае, чтобы фиксировать рыбу будет достаточно протянуть и зафиксировать. Конечно удобство носки оно не очень большое, таскать дополнительный груз с собой по реке, особенно когда нужно пройти 10-15 километров, но скажем так пару моих съездов на заднице в воду стоили того, чтобы я задумался вообще о необходимости такой штуки. Еще о чем хотелось бы сказать, у компании Цуребита есть много разных таких штук, побольше, поменьше, соответственно с большим или меньшим диаметром самого, самой головы сачка, а также есть те, которые удлиняются, раскладываются, ну опять же с разным весом, с разными параметрами. Мне захотелось вот именно такой, не знаю, как, ну я полагаю, что именно под мои цели мне не нужна будет дополнительная длина, чтобы вытаскивать примерно у нас вот как здесь часто встречаются такие небольшие обрывы и то, чтобы дотянуться как раз по весу и возможностям и длине будет лично для меня самое хорошо. Ну а вы смотрите сами. Продолжим. Пользу от этой штуки при ловле на малых реках я рассматриваю как один к четырем, то есть на один пункт бесполезности четыре полезности, а именно в случае чего она сбережет ваше удилище, камеру, телефон, если вы грохнетесь в воду или там куда-то будет щука достаточно большая или какая-то другая рыба. В любом случае я рассматриваю ее полезность больше и поэтому некоторыми неудобствами на данный момент мне кажется, что при походах, при ее ношении с собой можно пренебречь. Но давайте перейдем непосредственно к обзору этой вещи. Давайте посмотрим на него поближе. Собственно он вот такой вот длины примерно метровый, я честно говоря точно не помню, но я думаю вам в целом понятно. Сделан он из качественных и хороших материалов, имеет вот такой логотип клипсу, не знаю правда как ей будет удобно или неудобно пользоваться, но материалы однозначно качественные и хорошие. Думаю это видно невооруженным взглядом, потому что пластик и по качеству приятен, и видно что толстый и скорее всего сам материал очень хороший. Опять же, к самой конструкции тоже никаких вопросов не возникает. Производит очень хорошее впечатление, качественные и надежные вещи. В целом я думаю, что не ошибусь в этом. Я вероятно не сказал, он весит 800 грамм и давайте попробуем его открыть. Открывается он следующим образом. Вот так вот фиксируется, дальше выезжает вперед, здесь фиксируется с помощью кнопки. Вот так, все легко и просто. На данный момент я даже рассматриваю его как основной сачок у меня в лодке. Не знаю насколько я ошибусь в этом предположении, сможет ли он сыграть роль основного подсачка в лодке, какая щука сюда влезет, как вообще он будет справляться с рыбой. Но именно хранение его в лодке, он достаточно маленький, достаточно удобный. На мой взгляд, ну, легкий. 800 грамм в принципе. И не тяжелый, и не легкий, скажем так. Наверное, есть что-то полегче. Но на данный момент хочу попробовать использовать его не только на малых реках, но и в лодке. Интересно, какая щука сюда поместится. Ну, пятера, я думаю, что может. Однако, это все покажет время и испытание. Складывается он так же просто, как и раскладывается. Нажимаем кнопку, двигаем вниз саму голого сачка. Вот здесь вот, скажем так, такой рейлинг, который не дает сложиться его. Даже если он не будет зафиксирован кнопкой, он не сложится ни при каких обстоятельствах. Пока мы его не передвинем вот к этому пазу. Передвинули к пазу. Все. Такая вот небольшая уличная магия от Дэвида Блейна. Собственно, на этом, я думаю, наш предварительный обзор закончен. Вещь производит достаточно приятное, позитивное впечатление. И у меня на нее, на этот сезон, скажем так, есть определенные планы. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока-пока.